Субтитры создавал DimaTorzok Завтра лечу домой, в Сибирь, из хорошей Америки, в лучшее место, в Сибирь. Она для меня лучшая. 15 лет назад, в 1994 году, я услышал дважды свой голос в душе. Алексей, Алексей. Мы поехали вместе с женой, в город Тобольск, в новый микрорайон города, для служения. Ни на секунду, братья, я не пожалел. Слава Богу. Здесь брат передо мной говорил, мы должны зажигать молодежь. Руководители молодежи, да, мы должны зажигать молодежь. Как? Может, один из вариантов, чтобы руководитель поехал, чтобы услышал свое имя дважды и поехал, чтобы и молодежь потом поехала. Вместо священного писания, кратко, братья, я хочу прочитать известное нам от Матфея, 9 глава, 37 и 38 стих. Слава Господа. Тогда говорит ученикам своим, жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Проблема в делателях. Не в деятелях, а в делателях. Те, которые делали бы. Жатвы много, труда много. И, на мой взгляд, мир готов к благовестию больше, чем мы несем. Тогда говорит своим ученикам. Когда? Тогда. А вот выше мы читаем. И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя царство, Евангелие, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь. Ходил и исцелял. Говорил и делал. Пример наш, братья, это Христос. Ходил и делал. На сегодняшний день у нас в Тобольске новая церковь, 80 членов церкви. У нас небольшое, маленькое объединение, которое насчитывает пять церквей, они еще меньше. Все это церкви новые, пришедшие с мира люди. И последние три года к нам приезжают с города Портланд, это Смейна, братья, сестры, молодежь, для работы с детьми и молодежью. Первые два года мы не могли подхватить это служение. Они хорошо подняли это служение, но мы не могли подхватить, потому что делателей, братья, сестры, нету. Вот только с третьего раза, с третьей попытки у нас получилось подхватить это служение. И теперь у нас каждое воскресенье благовестие среди молодежи и детей. Церковь, мы призываем в церковь этих детей, потому что летом возле церкви мы проводим вот эту евангелизацию. Церковь воскресенье прокуренная. Не потому что курят, а потому что неверующие приходят дети с общежитий, с улицы. У них одежда прокуренная. И после того, как они там пообщаются с ними, братья, сестры, позанимаются, запах в церкви стоит до понедельника. Да, благовоние. Но я рад такому благовонию. Братья, по-моему, Тертулиан, если я не ошибаюсь, сказал такие слова, что церковь не должна благовествовать. Он любил сталкивать вот эти понятия. Он говорит дальше, если церковь не благовествует, то церковь ли она? Понятие церковь и благовестие, на мой взгляд, нельзя разорвать. Мы можем иногда слышать, а не пора ли нам заняться благовестием? А что, у нас есть выбор? Заниматься или не заниматься? Мы должны заниматься всегда. Это наша сущность, это наша природа. И поэтому, какие пару нужд, хотелось бы сказать. Если есть желающие, у нас вот в этих маленьких церквах, в остальных, не проводится работа с детьми, вот христианская работа среди неверующих. Если есть желающие, чтобы потрудиться там летом, не только в Тобольске, потому что и в детдоме в Тобольске ходят, и возят церкви три недели благовествуют. Это очень прекрасно. Но у меня душа болит из-за те маленькие общины, где работы нету. Это первое предложение. Второе предложение, может подумать, как-то послать на год-другой пожить кого-то там. Чтобы люди знали, что есть служитель, что есть тот, который приехал, проповедовал. Поэтому, как бы это не на скоком, это не так волна поднялась и потом ушла, а чтобы пожить. Поэтому, милости просим в Сибирь и пусть вас всех Господь благословит. Я очень рад быть с вами в общении. Повезу привет там в наших церквах на следующей неделе. И буду рассказывать, сколько много здесь соли. Но хотел бы, чтобы соль, она осоляла. Поэтому очень рад, что вы заботитесь за это. Говорите насчет этого. Делаете что-то. Ну и поджигайте. Выезжайте. Может, эмиграция начнется туда. Пусть Господь вас всех благословит.